Вы слушайте канал ЖАЖ.КЛАБ Скандинавская мифология и викинги Олаф Харальдсон, викинг, ставший святым Олаф II Харальдсон, викинг, который, будучи правителем, увековечил христианство в Норвегии. Вынужденный покинуть трон по приказу Канута Великого, он нашел убежище на Руси. Пытаясь вернуть власть, он был убит в битве при Стеклистаде. После смерти он был канонизирован. Олаф Харальдсон, святой, родился в 995 году и был сыном Харальда Гренски и Асты Гудбрандсдаттер. Олаф был законным наследником, его отец умер до его рождения. Гренски был родственником Харальда Прекрасноволосого, короля Норвегии в 872-930 годах. Мать Олафа вступила в связь с Сигурдом Сиром после смерти мужа. У нее было несколько детей от него. Одним из сводных братьев Олафа был Харальд Сигурдсон по имени Харш. Олаф с ранних лет принимал участие в экспедициях викингов. Он отправился в свой первый поход 11-летним ребенком. Между 1009 и 1011 годом он принимал участие в экспедициях викингов в Англию. Однако, когда его противник, король Дании Свен Форкборд, одержал верх в Англии, он отправился в Испанию и Францию. Он был крещен в 1013 году. Свен умер в 1014 году. После него Англия была завоевана его сыном, канутом великим, в 1016 году. Возвращение в Норвегию и кампания христианизации в Норвегию. В 1015 году Олаф вернулся уже христианином. Он занялся завоеванием и объединением норвежских земель, которые были захвачены Данией и Швецией. В 1016 году он короновал себя королем Норвегии. Он начал широкомасштабную кампанию по христианизации Норвегии. Видя в этом возможность укрепить и объединить свою власть, в то время обращение норвежцев в христианство уже началось. Но Олаф II сделал христианство государственной религией и связал с королевской властью. Христианизация Норвегии была в основном делом рук миссионеров, привезенных из Англии, при сотрудничестве миссионерских епископов Гримкила, Радульфа и Бернварда. Принятие христианства не обошлось без проблем. Во многих частях Норвегии ему сопротивлялись как чуждому местной религии и культуре. В 1019 году Олаф женился на Остраде Алофсда-Тюр, дочери шведского короля Алофа Скитконунга. Этот брак должен был сблизить конфликтующие Норвегию и Швецию. Борьба с Канутом Великим и бегство к Ярославу Мудрому в 1028 году Канут Великий, уже король Англии и Дании, решил завоевать и Норвегию. Он отплыл к ней на 50 кораблях. Благодаря своей военной мощи, а также престижу и значительному богатству, он перетянул на свою сторону многих.